Ёлочки, танцующие березки и даже сказочно красивый байтирек. Обычные макароны в руках шимкенских школьников легко превращаются в предметы искусства. Обучает их этому ремеслу местная мастерица Махсуда Абдулаева. Сейчас ее ученики работают над праздничными панно и картинами. О макаронных фантазиях шимкенских школьников наш следующий материал. Ушки, ракушки, рожки и звездочки. Фигурка к фигурке. Уже определился удивительной формы цветок, который станет частью будущего панно. Пока он цвета макарон, но когда пятиклассник Азиз раскрасит его акварелью, цветок станет по-настоящему сказочным. Я сделал этот цветок и назвал его цветком мира, потому что он вырос из одного корня, тройным цветком стал. Он объединяет людей, он дает мир и согласие. Создавать изумительные поделки из обычных макарон Азиз вместе с одноклассниками учится на уроках декоративно-прикладного искусства. Его наставница Махсуда Абдулаева говорит, что такая работа хорошо развивает именно сенсорную моторику детей, когда глаза и руки работают согласованно. А главное, коллективная работа формирует дружеские и доброжелательные отношения между ребятами. Только в таких условиях труд может быть творческим, считает Махсуда. У каждого ребенка есть свой талант. Для развития этого таланта мы, педагоги, должны им помочь, подтолкнуть их, развить. Вначале им только стоит показать, как нужно это все приготовить. Дальше уже каждый ребенок может составить свою композицию. Махсуда говорит, что этот увлекательный процесс дети продолжают даже дома, на кухне. Пока мамы готовят суп из макарон, их чадо – предметы домашнего декора. Впервые в этом виде прикладного искусства мастерица Махсуда попробовала себя еще 10 лет назад. С тех пор она сотворила более 300 композиций, которые принесли ей много побед на различных конкурсах. Теперь свои навыки и умения она с удовольствием передает ученикам. Наши учителя находят эти таланты, развивают в них творчество, отправляют в специализированные школы учиться. Поэтому у нашей школы есть успехи. Накануне Нового года Махсуда вместе с детьми готовятся к новой победе. Они работают над праздничным панно. В нем будут и цветы, и родной город со своими старыми и милыми улочками, и современные небоскребы нашей столицы, и люди, у которых один общий дом – одна большая родина. Алмау Разбаева, Ербулат Абишев, Южно-Казахстанская область. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok